И к другим темам. На базе авиационного технического университета завершается стратегическая сессия Евразийского научно-образовательного центра. Она посвящена реализации федерального проекта по созданию в регионах передовых инженерных школ. В рамках сессии участники представили результаты своей работы на межмодуле. Напомним, первый модуль страт-сессии прошел в феврале на базе ОГНТУ. И также провели работу по поиску индустриальных партнеров, которые станут участниками реализации проекта по передовым инженерным школам. Напомню, технические университеты Евразийского НОЦ работают над созданием Евразийской политехнической школы и высшей инженерной школы аэрокосмических технологий. Научную деятельность университета высоко оценил президент Российской Академии наук Александр Сергеев. Я абсолютно уверен, что университет авиационно-технический, безусловно, будет только претендовать на звание такой передовой инженерной школы, потому что она уже здесь есть, по сути. Но я думаю, что и они, в общем-то, с большой вероятностью этот конкурс выиграют, и это будет очень справедливо. Президент Российской Академии наук ознакомился с лабораториями и исследовательскими центрами ВУЗа. На площадке ОГОТУ открылась первая аудитория Центра развития компетенций евразийского НОЦ мирового уровня. Здесь на программах и мастер-классах аспиранты и молодые ученые смогут повысить квалификацию. Таким образом будет создано современное научно-образовательное пространство. Евразийский научно-образовательный центр запустил проект с прошлого года о создании восьми аудиторий в рамках Центра развития компетенций Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. И уфимский государственный авиационно-технический университет первые, кто сделали ремонт. Соответственно, Евразийский НОЦ оснастил данную аудиторию и мебелью, и всем современным оборудованием, в том числе, которое поможет ребятам развивать IT-компетенции, молодым специалистам университета. Также делегации Российской Академии наук показали Центр компетенций по инженерным расчетам, в котором студенты УГОТУ осваивают цифровые платформы. На их основе затем они смогут моделировать автомобили и самолеты. Кроме того, на базе университета создан робот-станок для обработки сложнопрофильных деталей. В своей разработке президенту РАН представили обучающиеся конструкторских бюро «Формула-студент» и беспилотная авиация. К примеру, одна из идей сообщества российских студентов – молодежный автомобиль, полноприводный кабриолет «Родстер Крым». Гибридная система силовой установки, которая будет создана на базе УГОТУ. В следующем году автомобиль намерены представить публике.